По поводу Корейской войны, тут Григорий Явлинский написал большую достаточно статью, как раз на днях исполнилось, как вы сказали, 70 лет, этому самому перемирию, как это остановке боевых действий активных. Вот что, я процитирую его просто. Если опыт Корейской войны чему-то и учит, так это тому, что замороженный конфликт лучше, чем изнурительная тупиковая война на истощение. Сегодня Сеул, мегаполис мирового уровня, дотла опустошённой Корейской войной, служит напоминанием о том, что важнее не победить в войне, а выиграть мир. Ну, это понятно, тезис, понятно, и Григорий Явлинский, он же не впервые об этом говорит. Вот вы что думаете? Я, ну вот опять-таки, дурной тонн, наверное, хотя, чёрт знает почему, соглашаться с Явлинским. Старик прав, конечно, но чтобы как-то совсем ему не поддакивать, я подошёл бы с другой стороны, а именно с той стороны, что сегодня у нас, я не помню точную дату, когда закончилась Корейская война, ну, допустим, там, неделю назад, сейчас у нас 7 августа, да, это значит, сколько, 5 месяцев со дня смерти Иосифа Сталина. И 4-го... А я думал, вы про Грузию скажете. А, нет, ну, как говорится, Грузия забыта, да, как уже не раз бывало. 4-го марта 1953-го года, когда товарищ Сталин жив, представить себе, что Корейская война, где с одной стороны, как бы, про-советский север, с другой стороны, про-западный юг, что Корейская война не на годы вперёд, по крайней мере. Нет, конечно, они же обе стороны ожесточены, бьются насмерть, и пока, как бы, там, не знаю, последний, опять же, солдат не воткнёт последний флаг в последний купол, тогда ничего не закончится. Вдруг умирает Сталин, и оказывается, что, собственно, по крайней мере, все обе стороны... Да, 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 понимаете, поэтому, ну, вот тоже, ну, как-то, перемирие как раз, вот тоже, о чём я не раз говорил, открывает, ну, по сути, вот, дорогу такому соревнованию на скорость, да, что случится скорее, новое обострение на границе с последующей новой, или влечёт за собой уже финальную окончательную разрядку. Поэтому, как раз, да, с этой стороны тоже можно согласиться с Григорием Явлинским, как бы... Нет, секунду, секунду, какая финальная развязка? Сталин умер, заключили перемирие, остановили стрельбу, и, пожалуйста, война-то не закончена. Ну, вот, опять-таки, я плохой кореевед, не знаю, если мы в Сеуле спросим, там, дорогие, дорогой, там, не знаю, товарищ Ким, работающий в Самсунге, печалит ли тебя, что Пхеньян остаётся за пределами твоего реального отечества? Ну, наверное, его печалит, а может быть и нет уже, поскольку сколько лет прошло, не знаю, не знаю, честно скажу. Нет, смотрите, Олег, прошу прощения, да, ну, ладно, бог с ним, да, Пхеньян по другую сторону этой границы, этой зоны находится, черты, простите, но ведь, ладно, бог с этим, но Ким, товарищ Ким иногда из-за пазухи ракеты достаёт и пуляет ими в разные стороны. Что называется, потому что плохо-плохо с ним обращались в течение жизни, это тоже, опять-таки, как раз 70-летие КНДРской истории, да, оно там обусловлено много чем, включая и соседство с Китаем, который на каком-то этапе был в эпоху позднего Мао, да, довольно адовым местом. И нынешнее, на самом деле, в том числе и взаимодействие с Россией, поскольку она остаётся до сих пор, как мы видели, важнейшим, да, союзником и другом КНДР, а если бы не оставалось, может быть, уже бы никакой атомной бомбы у Кима бы не было. И здесь то же самое, то есть, ну, я не думаю, что мы с вами, как люди с российскими паспортами и вообще русские люди, да, не имеем, не очень имеем права как-то похлопать украинцев в этом смысле по плечу, но всё же, да, если там вставать на место, на секунду, на место бомбимого в Киеве какого-нибудь украинского гражданина, да, уверены ли мы, что этому украинскому гражданину обязательно нужны сегодня, вот, немедленно, срочно руины Бахмута, и во имя того, чтобы руины Бахмута принадлежали ему, он готов ежедневно рисковать быть жертвой ракеты. Не уверен, не уверен, опять-таки, не знаю точно, более того, думаю, никто нам точно не скажет, потому что социология, да, военное время на украинской территории не менее, что называется, уязвима, чем на российской, но тем не менее, да, разговаривать о том, кому достанутся руины Бахмута, в принципе, стоит, наверное, и вряд ли вот эти обломки пятиэтажек, да, есть нечто настолько сакральное, ради чего можно воевать десятилетиями вперёд.